Каждый же может для себя выбрать тот образ жизни, который считает экологичным. Вот как Герман Стерлигов, например, который живет периодически в деревне, там на костре что-то себе готовит. И слушает всю эту ахинею вообще чудовищную. Особенно из уст ученых, так называемых, которые испортили всю природу, все загадили, еще имеют наглость, что-то там говорили, что наука что-то доказала. Вот что касается Греты, то это, безусловно, пропагандистский проект, который имеет две основных цели. Первая цель ответа, то есть и стрелки от реальных виновников уничтожения природы, уничтожения человечества. Это от ученых. То есть сделать виноватым бизнесменам и политиков. О чем она все время говорит, что это виноваты политики и бизнесменам? А виноваты на самом деле? Ученые. Допустим, придумывает ученые ядерную бомбу. Это что политика придумывает? Политик даже не может представить себе такую. И после этого уже Сталина, Берия и так далее создают комиссии для того, чтобы оплатить это в жизнь. То есть Грета Тунберг это проект по оправданию ученых? Да, во-первых, две основных. И как вот из того, что я видел, две основных цели ее действия, чисто пиаровские, международного мощного проекта. А вторая цель, это или высмеять, или затушевать единственный выход для человечества по спасению из того экологического кризиса, в который мы попали. А мы попали в экологический кризис. И она не называет этот выход. И она его не назовет. Потому что она действительно все делает по бумажке. Что ей говорят, то она и читает. Она называет этот выход. Единственное, это отключение электричества. Ну как, она говорит, не летайте на самолетах. Это ерунда. Не выбрасывайте пласть. Это бла-бла-бла. Единственный выход это вырубить электричество на планете. Спецоперации и спецслужб. Для того, чтобы остановить всех вот этих безумцев. Ученых проклятых. Вы лично живете без электричества. Нет, я живу с электричеством. Я три с половиной года прожил без электричества. Грета хотя бы не ест мясо, призывая... Вы были у меня там, где я жил без электричества. Помните? Да. Я три с половиной года подавал вам пример, как надо жить без электричества. Но вы, как бы помягче сказать, туповаты. И поэтому пример не работает. Нет, вы меня просто не убедили. Не надо вырубать электричество у всех, а не только у меня. То есть вы еще больше экстремист, чем Грета, на самом деле. У нас в России своя Грета Тунберг еще более радикальная. Надо возвращаться, как из горького похмелья научно-технического прогресса, возвращаться к нормальной человеческой жизни. Трудиться, рожать детей, создавать семьи, растить рожь, разводить скотину. Не носить этот дермантин, который вы носите химический, который отравляет предприятиями химическими. Дождите, подождите. Это, наоборот, заменяет кожу животных. Нет, женщина. Это вы губите всю окружающую среду этими химическими предприятиями, которые делают химические. Вот давайте. У нас есть эксперт в этой области, Вика Газинская, которая всю жизнь делает эко-кожу.